Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале и сегодня... Нет, сегодня я с вами не делюсь ни рецептами, ни советами. Сегодня я вам хочу сказать, мои дорогие подписчики, мое искреннее спасибо. Спасибо вам за то, что вы со мной. И вот я перешла этот такой юбилей 50 тысяч подписчиков на канале. И я очень вам благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши вопросы, за то, что вы со мной. Значит, то, что я делаю, это кому-нибудь нужно, и значит, это все не зря. И благодаря вам, мои подписчики, мои зрители, на канале уже 320 с плюсом видео и более 8 миллионов просмотров. Спасибо вам за это. И это, конечно, меня радует очень и вдохновляет. И вот на этой цифре 50 тысяч я решила немножко ответить на какие-то вопросы, которые уже повторяются, частые вопросы в комментариях под разными видео, и рассказать немножко о себе и немножко о канале. Знаете, для кого-то 50 тысяч много, для кого-то мало. Для меня эта цифра очень радостная. Для меня это, наверное, все-таки большая цифра, потому что 50 тысяч людей, подписчиков, которые мне доверяют, которые доверяют моим рецептам, которые я готовлю. Вы же не знаете, когда новый смотрите рецепт, на самом деле вкусный он или нет. И эти 50 тысяч, можно сказать, единомышленников. Почему? Потому что для меня это совсем непросто. Характер у меня не ванильное мороженое, которое все любят. И, знаете, я бываю резка в комментариях, но я честна. И я не буду и не прыгаю перед каждым писарем, который пишет гадости, который пишет неадекватные какие-то комментарии. Я отвечаю ему так, как и мне написали. То есть, какой привет, такой ответ. То есть, я не буду это делать ради того, чтобы человек остался. Мне такие люди, ну, просто не нужны. Мне нужны адекватные, радостные, позитивные люди. И те, которые пришли, так как канал у меня кулинарный, пришли за рецептом. И я очень нередко блокирую просто таких писателей. Поэтому все, кто со мной, это мои люди, которые верят мне и которым я очень-очень благодарна, что вы со мной. Я благодарна очень за ваши лайки на самом деле, за ваши комментарии, за критику, адекватную критику. Например, то, что видео, вот раньше у меня видео была такая заставка, ну и в старых видео вы можете это увидеть, что она затянутая, она немножко нудная. Я ее убрала. Я купила микрофон, чтобы вот вы меня лучше слышали, чтобы не было каких-то потусторонних шумов, и это все не мешало. Я перестала махать руками. Ну, мне так кажется, что я очень стараюсь не махать в кадре руками. Напишите мне в комментариях, я перестала махать руками или нет. Но я надеюсь, что да, я стараюсь, и я об этом помню и думаю, чтобы меньше жестикулировать. Я все комментарии абсолютно читаю. Даже если я не ответила сразу, просто у меня не так много времени на все есть, то я сажусь раз в 2-3 дня, сажусь и час отвечаю на все пропущенные комментарии. Какие-то удаляю, какие-то нет. Ну, я удаляю на самом деле только неадекватно. Поэтому я все комментарии ваши читаю. И вот один из самых частых таких вопросов, где я живу. Я живу в Израиле, в солнечно-теплой, душевной, очень веселой стране. Поэтому в серии видео про ананас, да, вы на протяжении 2,5 лет, которых я снимала это видео, вы видите за окном лето. И у нас тепло и хорошо. Я замужем, у меня двое детей, двое мальчишек, которые являются самыми главными моими дегустаторами. И говорят вкусно-невкусно, а аппетит у них отменный. И готовлю я очень много, готовлю каждый день. Один из наболевших вопросов, и целые дебаты буквально там разводятся в этом видео, рецепт из баклажанов, который один из первых, из старых самых рецептов был записан. Почему я готовлю с распущенными волосами? Задают их, конечно же, тетеньки, ну и писари, как я их называю. Так вот, я никогда не готовлю с распущенными волосами. Это просто неудобно. И вы не увидите ни в одном ролике, ни в одном кадре, вы не увидите, что я готовлю с распущенными волосами, потому что я себя просто не показываю во время готовки. Видно только мои руки. И только лишь в начале, когда я представляю какое-то блюдо, да, чаще всего я с распущенными волосами, потому что мне кажется, что так красивее, так мне больше идет. Я все-таки девочка, и я должна выглядеть всегда аккуратно, красиво, ухоженно. Даже на кухне я стараюсь выглядеть нормально и выглядеть хорошо. Поэтому, когда я представляю блюдо, я всегда, практически всегда, с распущенными волосами. Но готовить с распущенными волосами действительно неудобно. Поэтому не делайте так. И здесь же хочу сказать всем тем, кто, наоборот, поддерживает меня и говорит комплименты, и много вопросов, кстати, задавали, как я ухаживаю за волосами. И я вам очень благодарна за это. Потому что именно такие вот комментарии и поддержка, то есть оценка твоего труда, она вдохновляет. И я вам за это действительно очень-очень благодарна. Как и для чего я открыла канал, и сколько я вот вкладываю в этот такой большой, что называется, несколько вопросов, в один вопрос, но вот объединю. Канал я зарегистрировала в 2015 году. Но снимать и выкладывать видео я стала только во второй половине 2016 года. Почему? Наверное, потому что я, может быть, тормоз, я долго зрею к чему-либо. И сподвигнула меня на это Ирина Вадимовна Муравьева, наша замечательная, потрясающая актриса и просто потрясающий человек. Вообще по образованию я актриса и служила несколько лет в театре в России до переезда в Израиль. А когда приехала в Израиль, то профессию пришлось поменять. И я занялась как раз-таки организацией гастролей из России разных артистов и певцов. И таким образом вот я познакомилась с Ириной Вадимовной Муравьевой и открыла свою маленькую фирму и занималась организацией спектаклей, концертов для бывших соотечественников Советского Союза, так скажем. И артистов же надо кормить. То есть, когда идут репетиции, когда есть антракты, обязательно нужно накрыть стол, чтобы артисты были довольны, сыты. Довольный, сытый артист, он очень добрый, хорошо играет. Я абсолютно не согласна с тем, что артист должен быть голодный, как известная фраза. Наоборот, как раз-таки наоборот. Так вот, чтобы сэкономить на кейтерингах, которые нужно было заказывать, я готовила сама. Готовила разные салаты, канапе, бутерброды, что-то какие-то, кексики, тортики. Ну, не тортики, прям не торты, а именно пироги. То, что вот такое вот могла привезти и поставить на стол, чтобы они могли попить чай. И очень часто меня спрашивали, Аня как-то приготовила это, Аня как-то приготовила это. И почему-то нередко, ну, не то, чтобы я рассказывала одно и то же, меня просили, напиши мне на листочке. И вот я один и тот же рецепт писала по несколько раз каждому. И вот за этим занятием, то, что я пишу в очередной раз на очередном листочке рецепт, меня увидела Ирина Вадимовна и мне сказала, говорит, Таня, почему ты не запишешь видео, не откроешь канал на YouTube? И тогда уже просто даешь видео это, и люди смотрят, а то ты, бедная, здесь сидишь, уже третий раз одно и то же пишешь. Вы знаете, Ирина Вадимовна была более продвинутая, чем я. Это был 14, начало 14-го года. И я говорю, что за YouTube, я не знаю. Я говорю, ну, присылают видео. Я нажала, посмотрела, я даже не обращала внимания, что это YouTube, там, на логу какое-то. Ну, то есть, мне не была эта интересна тема, и я действительно не обращала на это внимания. Пришла домой, мужу говорю, что это за YouTube, объясни мне, с чем это едят. И он мне немножко рассказал, что это, что действительно вот так и так. Можно записывать разные ролики, открыть свой канал и все прочее. Ну, мне сказали, я забыла, прошло время, а потом уже, когда я закрыла импресариусскую деятельность, то подумала, думаю, я открою канал и начну свое дело. Но не так все просто оказалось, поэтому для меня это, вот, в принципе, как было, так и есть. Мой канал – это хобби, которым я занимаюсь. То есть, я на этом не зарабатываю, я работаю на обычной работе, хожу на работу. Вот, а вот в свободное его у меня не бывает время, готовлю, снимаю и так далее. Я ничего по деньгам не вкладываю, во всяком случае, до сегодняшнего дня, я не вкладывала ни в одну рекламу. Я не занимаюсь накрутками, считаю, что это и опасно, и, ну, просто ни к чему. Поэтому в рекламу я тоже не вкладывала. Поэтому все, что я вкладываю, это свое время, свои силы, свою энергию, свое настроение. И готовлю то, что я знаю. А знаю я действительно рецептов очень много. У меня есть такая еще толстая книжка, где я писала рецепты ручкой. И я еще не все перезаписала, то, что я знаю. Готовлю я только то, что готовлю для дома, для гостей, для близких, для друзей. Я очень люблю кормить всех подряд. Мне это нравится. Мне нравится, что людям нравится, что они получают удовольствие. И все видео, все рецепты, на самом деле, они проверены на вкус. Как я уже сказала, у меня в доме три мужчины с прекрасным аппетитом. Поэтому для них я готовлю, они пробуют, я вижу, вкусно, невкусно. И так далее. Поэтому ни один рецепт я не записываю сразу. Если для меня какой-то новый, я захотела попробовать рецепт, я его сначала проверяю. И если он не пошел или так себе, то я просто не трачу время на записи, на все остальное. Еще один такой вопрос был. Заканчивала, какие курсы я заканчивала по кулинарии, кондитории и так далее. Я ничего не заканчивала, ни один курс. Изначально меня учила готовить моя мама. Потом многие рецепты я взяла также у свекрови. Она очень вкусно готовит. И я очень много читаю. Я очень много смотрю. И смотрю онлайн разные мастер-классы. Я очень люблю итальянскую кухню, поэтому я подписана на много итальянских каналов, итальянских кулинаров. И вот я смотрю, что они делают, как они делают. И всегда очень вкусно. Вообще люблю средиземноморскую, наверное, кухню больше всего. И та же кондитория, и французская кондитория, и в Израиле очень вкусно готовят тоже именно, что касается кондиторий, кондитерских изделий. Очень, на самом деле, очень вкусно. И я подсматриваю, смотрю разные рецепты вот на разных странах и пробую, просто пробую. И, наверное, просто у меня врожденный есть вкус к еде. И, в принципе, когда я читаю какой-то рецепт, я уже понимаю, это вкусно или невкусно. И в моих рецептах вот абсолютно точно я разжевываю уже так от ада я каждый рецепт, что только вот проглотить его останется. Поэтому все рецепты, которыми я делюсь, делайте вот, не пропускайте, так скажем, каких-то этапов готовки данного блюда. И оно у вас обязательно получится. Вот получится. Потому что, ну, ничего такого сложного, суперсложного я не готовлю. Все это домашняя еда. Поэтому, и она действительно у меня вся проверенная прошла через много гостей, друзей и близких моих. Поэтому все очень вкусное. И заканчивая, наверное, хочу еще раз вам сказать спасибо вам огромное за лайки, за комментарии, за этот юбилей, который мне очень-очень приятен. Ой, я чуть не забыла. Хотела поблагодарить вот много людей, кто пишет мне буквально почти в каждом ролике. Вы действительно меня вдохновляете, поддерживаете, всегда пишите добрые, такие хорошие слова. Но я вот про одного человечка очень хочу сказать. Игорь Михайлович. Я его называю хранителем жареной картошки. Это видео, как вкусно пожарить жареную картошку. Так вот, Игорь Михайлович, я даже не успеваю увидеть какие-то комментарии. Он отвечает за меня. Причем те, кто пишет что-то плохое, какие-то гадости, я могу даже вообще уже не смотреть. Он уже всем раздал по полкам. И плюс ко всему у него очень интересные истории. Буквально на каждое предложение у него есть своя жизненная история. Человеку на минуточку 70+. Поэтому спасибо вам огромное, Игорь Михайлович, за ваши истории, за ваши ссылки на прекрасные песни, которые вы дарите. И эти песни очень в тему. Всегда по каждому случаю вы присылаете в комментариях. Посмотрите просто, почитайте. Действительно очень интересно. И дай вам Бог здоровья. Пусть будет побольше таких позитивных людей и интересных. Еще хотелось сказать, пишите комментарии, пишите ваши вопросы. Пишите, что бы вы хотели увидеть на канале. Какие рецепты вы хотели бы увидеть на канале. Я не имею в виду прям название блюда. Допустим, блюдо с индейкой, вторые блюда. Или, допустим, с креветками побольше рецептов. Или наоборот, вегетарианские какие-то рецепты. Или выпечка. Что вам интересно, чтобы мне понимать, что я в первую очередь записываю, а что во вторую. Потому что не всегда вкусы совпадают с мнением большинства публики. Поэтому мне интересно. Пишите в комментариях. И я постараюсь все ваши желания удовлетворить. Еще раз всем спасибо, кто подписан. Кто не подписан, подписывайтесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. За лайки вам, конечно же, всегда-всегда спасибо. Будьте сыты, будьте здоровы. Пока-пока до следующих рецептов.